Мир вам, братья и сестры! Сегодня хор задал вот этот темп нашего служения. Придите поклониться! Это начинается праздник декабря, когда все дети Божьи приходят к Господу, чтобы поклониться Ему. Постоянно будут звучать эти проповеди. Поклониться к Господу! Как это важно! В жизни поклоняться к Господу! Я хотел вместе с вами тоже прочитать из одной книги. На этой неделе я как-то читал один рассказ, как одна молодая семья, когда узнали, они планировали свою жизнь, чтобы завести ребенка. И знаете, когда все это получилось, как они ожидали этого момента, они начали готовить комнатку к этому дожданному дню. Они все покрасили, они все украсили, они купили кроваточку, они приготовили все, и все, что необходимо, нужно для ребенка. Знаете, это дитё было желанным для них, желанным. Это приятно и хорошо, потому что много нежеланных. На этой неделе я читал одну книгу, и она, вот эта книга, всего там две главы, но оно дожгло мое сердце, когда читал ее. И я хочу вместе с вами прочитать вот эти слова, которые коснулись моего сердца. Это книга пророка Агея, и мы будем читать шестого стиха. Книга пророка Агея, вторая глава шестого стиха. Ибо так говорит Господь Савов еще раз, это будет скоро. «Я потрясу небо и землю, и море, и сушу, и потрясу все народы, придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Савов». И девятый стих. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Савов». «И на месте всем я дам мир, говорит Господь Савов». И когда я прочитал вот это место, «Желаемый всеми народами», как-то особенно мое сердце наполнилось радостью. Написано имя Его, Мессии, желаемый всеми народами. Знаете, как важно, как важно иметь желаемого Господа в своем сердце. Народ, Слово Божие назвало желаемый всеми народами. Если немножко взять из истории народа израильского, это было то время, когда народ израильский возвратился из плена. И когда они пришли из плена, они загорелись радостью, чтобы восстановить дом Господен. Они начали делать это, потому что Кир объявил это. И они поставили жертвенник, это была радость, чтобы приносить жертвы. Они положили основание храма, но самаряне написали на них жалобу царю. И знаете, после этого момента остановилось строительство дома, храма Господня. И оно стояло 16 лет. Не было строительства этого. Народ пришел в упадок какой-то. И после этого, это было 520 лет до рождения Мессии. И вот Аггей, пророк, восстал и начал побуждать народ, чтобы начали строительство этого дома. Дома Божьего, храма. Знаете, первый храм был величественный. Вот Михаил Савян, он говорил, что там было все в золоте. Солнышко купалось в золоте, драгоценных камнях. Был величественный, как никогда. Там находилась слава Господня. И когда народ оступил от Бога, все это было разрушено. Столько такое величества было, красота, величество то, что сам Бог присутствовал. И прошло время, они были уведены в плин. Хлам, храм разрушен. Где-то было прекрасное величинное здание. Там стояли разрушения, пепел. И вот они вернулись, они строят. И знаете, когда Аггей побуждал их, знаете, когда они положили основание. И знаете, что произошло? Народ плакал. Почему? Потому что были среди них те, которые были в плен, уведены молодыми людьми, юношами. Они еще возвратились. Они помнили тот храм, который был у них. И когда они вернулись, и положили основание, они плакали, что не было того величия, которое было тогда. Не было. И знаете, старики плакали. Молодые от радости плакали. Они не видели, не знали тот прежний храм. И знаете, как вот в третьем стихе здесь говорится. Кто остался между вами, которые видели тот дом прежний в его славе? И каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших, как ничто? Что они лишились? А теперь, который они строят, как бы ничто. Нельзя сравнить его с прежним храмом. И когда читаешь дальше, Аггей говорит им, «Но ободритесь ныне за Рававель», говорит Господь. «Ободритесь, Иисус, Сын Исидеков, великий Иерей, ободритесь, весь народ земли, говорит Господь. И производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саоф». Смотрите, он три раза возбуждает вот этим словом «ободритесь». Три раза в одном стихе побуждает, чтобы они ободрились, чтобы они зажглись строить этот храм Господень. Говорит, что я буду с вами. Забудьте то, что было прежде. Нам нужно теперь жить этой жизнью, что этот храм, который вы построите, он будет тоже велик, но не таким великим, как он был при Соломоне, когда он построил. «Не бойтесь», он говорит, «продолжайте строить». Говорит, «я потрясу небо и землю, море и сушу, потрясу все народы». И знаете, когда вот дальше читаешь, что «слава сего последнего храма», 9 стих, «будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саоф. «На месте сем я дам мир», говорит Господь Саоф. Храма, который они построят, говорит, «что будет слава больше этого храма». Знаете, что не будет там, может быть, такой красоты, как было у Соломона, но там будет что-то особое. И он зажигал, и народ ободрился этим. Они начали строить Господу храм. Братья и сестры, здесь говорится о том, что будет вот это, потрясет Господь небо и землю. Вы знаете, когда читаешь Слово Божие, о чем это говорится? Есть много таких моментов, когда Господь будет потрясет небо и землю. Он потрясет небо и землю, чтобы избавить народ свой. Он потрясет небо и землю тогда, когда будет совершать суды. Потрясет небо и землю, когда Иисус придет во славе, здесь говорится, вместе с ангелами, со святыми будет отделять. Тоже потрясет небо и землю, но более, знаете, как-то похоже. Вот созвучие с народом израильским. Апостол Павел пишет к евреям в 12 главе интересные слова. И как бы, чтобы не получилось то, что получилось с Израилем, смотрите, как здесь написано, 12 глава, 25 стихом и ниже. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголища на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголища с небес, которого глаз тогда поголевал землю и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребывало непоколебимое. Итак, мы, приемле царства непоколебимое, будем хранить благодать, которое будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть Бог-огонь поедающий. Смотрите, как говорит, чтобы мы не потеряли, не уподобились народу израильскому, чтобы со страхом совершали свое спасение. Итак, братья и сестры, я хотел, ну вот наши мысли, знаете, желаемый Мессия, желаемый Иисус, о котором говорил пророк Агея, что желаемый будет всеми народами. Желаемый. Какое-то хорошее слово. Дорогой друг, желаешь ли ты этого Иисуса в своей жизни? Любишь ли ты Его? Хочешь ли ты поклониться, как сегодня призывает вот нас хор, чтобы мы прошли поклониться? Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего. Почему? Ведь они построили храм, там уже не было ковчега, там не было ковчега вот с ангелами золотого, он уже был пустой, там не было уже этой славы, когда они осветили, как она когда-то сошла на скиню, или когда Соломон внес этот ковчег в храм, как облако наполнило при Моисее, при Соломоне, этого не было. Но он говорит, что будет вот эта слава в этом новом храме, придет вот этот желаемый, народами придет, и что-то произойдет. Наверное, вот это будет явлена слава. И наступил тот момент, когда говорит Тит, ибо явилась благодать спасительная для всех человеков. Прошли вот эти 520 лет, и явилась вот эта благодать, о которой говорил Бог, спасительная для всех человеков, что явился Бог во плоти, и, как говорит Тимофей, явился во плоти. Настал вот этот момент, когда вдруг явилась слава Божия на полях Вифлеема, небо осветилось славою. Знаете, вот эта слава явилась. Так написано в слове во 2 главе Евангелия от Луки. Слава явилась. Явился Господь. Что явилось вот это воплощение Божьего Сына. Знаете, хоть не было в этом храме, но в новом, в этом храме теперь явился Иисус, Мессия, обещанный, желаемый всеми народами. Он явился во плоти. Слава Господня осияла их. Написано. Дальше мы видим, когда пройдет всего после этого момента 8 дней, вот этого младенца желанного всеми народами принесут в этот храм, принесут в этот храм, о котором говорил Агей, что придет желаемый всеми народами. И этот человек, которому Бог открыл, что вот этот Мессия придет, спаситель всех человеков. И он возьмет его на руки во 2 главе. Я не буду все читать. 30 стих написано. И он говорит, «Ибо видели, очи мои, спасение твое, старец». Он держит на руках этого младенца. Он видит в этом младенце спасителя всего мира, всех народов, которое ты уготовил пред лицом всех народов. Смотрите, как он называет. Цвет. Просвещение язычников. И славу народа Твоего. Иисус. Это слава народа Твоего. Израиля. Слава народа всех. Он будет просвещение для всех народов. И как важно знать вот этого желанного всеми народами, желанного Тобою в своей жизни. Пройдет немного времени, Иисус подрастет, и Он придет в вот этот храм, которому Гогей говорил, что слава будет больше. Иисус придет в храм отроком. И когда Он будет Его родителей искать, написано, что, смотрите, они нашли Его в храме сидящего среди учителей, слушающего их, спрашивающие их. Все, слушавшие Его, дивились разуму и ответом Его. Знаете, может быть, отроки, которые были, как Иисус, у них были совсем другие желания поиграться, побегать, покупаться, поиграть в различные игры. Иисус, Ему не доставало этого времени, чтобы просто с родителями прийти, принести жертву. Ему хотелось находиться в храме, в храме Его Отца Небесного, которому возносится жертвоприношение. Ему хотелось побыть дольше там, посмотреть то, что происходит на жертвы, величие храма. Потому что, как написано в Псалом 28, 9 стихом, и во храме Его все возвещает о славе Его. В этом храме все возвещало о славе Бога. И это возвещало все, там приводилось то, что совершалось и в жизни Иисуса Христа. Братья и сестры, Иисус был желанным также, братья и сестры, в одной семье. Помните, был Лазарь, Мария, Марфа, и Он часто посещал этот дом. В этом доме Он был всегда желанным. Его любили там, Его встречали там. И когда пройдет немного времени, Лазарь заболел и умер. И когда Иисус пришел в это селение, Его встретила Марфа, потом Мария. Иисус спросил, где вы Его положили? Марфа Марии говорит, Господи, уже четыре дня, как во гробе, потому что в Израиле в этот же день проводили, когда человек умирал, похороны, потому что было сильно жарко. Где вы Его положили? Он говорит, уже смердит, Господи. Он говорит ей, если будешь веровать, увидишь славу Божию. Братья и сестры, вот эта слава явилась. Когда Господь Иисус сказал одним словом, Лазарь, выйди вон, слава явилась. Иисус вышел тот человек, который уже смердил. По слову этого Господа, желаемого всеми народами, Он имел вот эту силу в словах своих. Он вышел. И многие, написано, уверовали в Него. Многие уверовали. Уверовали и те, помните, самаряне, когда Христос пришел, чтобы встретиться с одной грешной женщиной. Знаете, многие ей пренебрегали, а Иисус встретил ее, начал разговаривать о поклонении. Она говорит, да, я знаю, что Мессия придет, и Он все нам скажет. Он говорит, это я тот Мессия. Знаете, Он ей сказал, что Он является тем желанным, который ожидают все народы. Знаете, и самаряне ожидали этого Мессию, и Он пробыл в них, и многие тоже там уверовали в Господа Иисуса Христа. Знаете, здесь говорится еще, что многие хотели бы видеть то, что вы видите сегодня, Он говорил народу, слышать то, что вы слышите. Вы счастливы этим, что пришел Мессия, желаемый всеми народами. Братья и сестры, это было место, 10 Луки, 10 глава, 23 стихом. Его все искали. И написано, Марка 1 глава 37, Нашедшего говорит, все ищут тебя. Его все искали, не только народ свой, но приходили из-за Ордана, приедали с хананейских странах люди, из Сидона, Тира. Люди искали его, он был желанный. Почему? Да потому, что в Израиле только был этот порог желаемый, который совершал чудеса, который исцелял. Он воскрешал, и народ тек к нему, приходили к нему. Знаете, интересно, что люди не понимали его. Когда мы читаем место, которое записано, Матфея 12 глава, 6 стихом, когда в начале говорится, что в субботу Иисус исцелил человека, в субботу они срывали колоссия, они обвиняли, смотри, что делают. Иисус 6 стихом говорит такие слова, говорю вам, что здесь есть тот, кто больше храма, который создал все это. Они обвиняют его. Они не понимали, они почему-то закрыли свои глава, что он больше храма. И дальше, знаете, он исцелит в субботу этого человека, что можно делать добро в этот день. И дальше, 21 стихом говорится, сильно здесь много, но хорошие слова в этой главе говорится, что на имя его будут уповать народы, братья и сестры, на имя вот этого желанного Мессии Иисуса будут уповать народы, как сегодня, перед этим именем и сегодня трепещут силы зла. Имя Иисуса это спасение для всех людей и для нас. Поэтому Отец Бог когда-то засвидетельствовал о Сыне такие слова, «Си есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте!» Как это важно в нашей жизни вот этому желанному Господу слушать Его, поклоняться, братья и сестры, в вечности, когда наступит это время, там уже не будет храма, как здесь был. Вот эта слава этого храма, что сам Бог пришел и Он явил вот эту славу, а люди не понимали этого. Он говорил, что придет время, что этот храм будет разрушен, потому что не узнали время посещения, не знали, что служит к миру ихнему в вечности. Когда мы читаем в Откровении 21 глава, что там уже храма не будет, а что же там будет? Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель храм Его. Господь Бог, Иисус, вот этот желанный Мессия, мы будем поклоняться Ему. И хотим, как молиться, хотел просто спросить, кто для тебя является вот этот Иисус, плотник? Желаемый ли Он для тебя? Для меня Он очень желаемый. Все мои мысли, все желания, они не связаны с Ним. Это все связано, то, что мы будем иметь вечности с этим Господом. Я хотел бы, чтобы вы пересмотрели свою жизнь, чтобы Иисус для вас, Мессия, стал желанным, потому что от этого зависит очень много благословения или несчастья в этой жизни. И пусть вот это слово будет для вас и для всех нас. Я потрясу все народы, придет желаемый всеми народами. Он уже пришел и хотелось, чтобы вы узнали и приняли, и чтобы Иисус стал желаемым в вашей жизни. Аминь. Поклонимся Господу.